Уже 12 лет я езжу в Вологду. Это Рубцовский осень. Фестиваль песен и стихов, посвященный Николаю Михайловичу Рубцову. Его творчеством я занимаюсь уже почти 20 лет. Написано 30, если точно быть, 39 романцев и песен на его стихи. И 10 на стихи других авторов, которые приезжают в Вологду, которые пишут о Рубцове. Вот уже 10 песен о Рубцове. Сегодня некоторые из них прозвучат. Мне вот удивительно, во многих стихотворениях Рубцов описывает, это 60-70-е годы. И вот читаешь о Малой Родине, то же самое, от Рязани отъедешь 30 километров, точно как описывалось в 60-е годы. И фактически Русь, как она стояла за счет села, за счет деревни, понимаете, так вот там корни остаются до сих пор. И дай Бог, чтобы это было всегда. Ну, чтобы улучшить только все это, чтобы не растерять окончательно. А сейчас мы посмотрим фрагменты. Это песня, моя песня, на стихи Рубцова. Называется «Сентябрь». А почему сентябрь? Это осень, одно из любимых, то есть любимое время года. И именно в сентябре мы проводим Рубцовскую осень в Вологде. И как будто он знал, что в сентябре это будет праздник. И вот сентябрь просто про наш праздник, Вологодская осень. И посмотрите фрагменты этого фестиваля и саму Вологду. Слава тебе, поднебесный, Радостный краткий покой. Солнечный блеск твой чудесный С нашей играет рекой. С рощей играет гагрянной, С росыпи ягод в сенях, Словно бы праздник на гряну На златогривых конях. Словно бы праздник на гряну На златогривых конях. Радуясь громко мулаю, Листьям корове грачу, И ничего не желаю, И ничего не хочу. И никому не известно, То, что зимой говорят, В бездне таится небесный Ветер и грусть октября. Слава тебе, поднебесный, Радостный краткий покой. Солнечный блеск твой чудесный С нашей играет рекой. С рощей играет гагрянной, С росыпи ягод в сенях, Словно бы праздник на гряну На златогривых конях. Словно бы праздник на гряну На златогривых конях. Вот такой сентябрь. Очень объединяющее начало, Когда приезжают люди со всей страны, С ближнего зарубежья. Потому что рубцовский центр, Те, кто занимаются творчеством рубцова, Такие центры есть фактически по всей стране. По всей стране, Начиная от Ленинграда, Санкт-Петербурга и до Комсомольска-Наамурия, Даже на Дальнем Востоке. Есть центры. Оттуда приезжают каждую осень Представители этих центров. Ну и конечно по Волжье, Все по Волжье. И юг России. Мне сейчас хочется сказать о том, Что вот фотографии вы видели лица. Это как раз представители разных рубцовских центров, Участники в фестивале. И у меня есть программа. Я сделала целую программу песен. Там не только рубцов. Там и Пушкин, и Лермонтов, и Тютчев. Это современные поэты-моряки. Это диск с песнями. 16 сделано не только песен. Это клипы. Вот такие же клипы, как сейчас. 16 песен записано с видеопоказом По истории русского флота. Почему-то мне так вот захотелось. Я потом посчитала, что я была на семи морях. Вот. Окунулась на самом деле в семь морей. И со многими очень интересными людьми, В том числе с моряками, За это время познакомилась. И вот на такой получился Очень неплохая программа такая. Пойдет что-то. Да. Такая программа, Которую я показываю, ну в основном, школьникам. Если здесь будет возможность, Я с удовольствием в вашем городе тоже покажу. Потому что у вас город горит моряков. Вот. И столкнулась с тем, Что в поэзии Николая Рубцова, Он же тоже моряк. Мы этого отрицать не будем. Он с детства любил море. Хотел там побывать. И не только побывал, Но и потрудился. И послужил. И... Не просто, понимаете. Это море не только созерцательность. Вот. В его понятии... А, в каком понятии? Дело в том, что вот вышло Уже, по-моему, лет семь назад. Книга в Вологде. Галина Прохорова Рубцова. Это краевед Вологодский. Она собрала архивный материал по семье Рубцовых. И сделала, знаете, вот с этот экран, наверное, Такой баннер, где его родословная прописана по столетиям. Она вот по архивным. Все вот по датам. В каком веке, в каких числах, кто где родился, Кто где жил, чем занимался. Родословная Рубцовых. И получилось, что 200 лет династии Рубцовых, 200 лет, и они были все верующие. И мама Рубцова, и бабушка, они пели в церковном хоре. Вот. Храм их сохранился, правда, еще не восстановлен. Вот. Вот бабушка по другой линии у него. Она была как Арина Родионовна для Пушкина. Вот. Она знала не только много молитв, Она песнопения различные церковные, баллады былины. Вот. Он все это в битву. Понимаете, не просто так он Рубцов стал по этому. Вот. У него с детства это все зарождалось. И когда он поет, он пишет, выпал снег, и все забылось. Вот. И на храм Софии летит этот снег, как благодать. Храм Софии. Вот. В советское время написать об этом тоже, знаете, как-то. Вот. А храм Софии, София это главный храм. Вообще в России был. София Мудрость это главный храм. Не другой какой-то, а именно София. София, она у вас в Вологде. Вернее, не у вас, она в Вологде, куда мы приезжаем. Каждую осень приезжаем. Так вот, о море. Дело в том, что люди верующие, у них есть такое понятие, житейское море. Что это такое? Это наши страсти. Это наши бытовые дела. Вот. То есть приземленность наша. Это вот наша, вот эта суета, вот это все. Это житейское море. И Рубцов это прекрасно все понимал. Вы знаете его биографию, знаете, как он жил. Непростая жизнь. Но душа поэта, она всегда тянется к возвышенному. Поэзия это вообще возвышенное, нечто возвышенное, что вот потрогать руками нельзя, а только сердцем воспринять. И вот душа его всегда стремилась к возвышенному. И вот разница между стремлением к возвышенному и то, что тебя давит постоянно, каждый день к земле. И вот этот вот, ну, противостояние, вот он чувствовал очень острым. И вот это вылилось в стихотворение о душе. Что душа постоянно метется и пытается вырваться наверх, но ее вот житейское море не пускает. И почему море? Потому что он моряк, он все это знал. На самом деле, как эта волна захлестывает, и как потом трудно из нее выбраться. Вот, а сегодня рассказывал в музее Травового флота моряк, который 40 лет плавал на морях, что он говорит, когда по 16 часов вот работаешь, эта роба, она пропотевает, сапоги мокрые, а сушить негде. И ты в них, говорит, заваливаешься просто вот, чтобы тебе до следующей вахты, ты просыпаешься опять мокрым обо всем и идешь опять на работу. Ну, вот не знаю. И Рубцов в таком состоянии он больше года проработал вот на Травовом флоте, когда, понимаете, как. И сейчас пройдет фрагмент с архивными фотографиями. И вы увидите везде, сразу найдете Рубцова. Он с усами. Один из всех моряков, он с усами. Как вы увидите, значит, это Рубцов. Вот общие фотографии из его, из архивов морфлота. Давайте посмотрим. Это Северный флот, юность. На его стихотворении юность я написала песню. Смотрим. Северный флот, юность. Северный флот, юность. Северный флот. Северный флот, юность. Северный флот, юность. Северный флот, юность. Ну а дальше хотелось бы несколько слов сказать о связи Рубцова и Николая Рубцова с Рязани. Потому что я, в общем-то, с Рязани, мне интересно, какие здесь взаимоотношения у него были с рязанцами, с рязанскими поэтами. Дело в том, что со многими из них он окончил вместе Лит-институт. Это и Борис Шишаев, и Евгений Маркин, и, конечно, Валентин Сафонов, с которым он познакомился еще служа на флоте на Северном. И с которым начали публиковаться впервые во флотских газетах и сборниках. И вот эта дружба с этими тремя большими писателями и поэтами сохранилась у них на всю жизнь. Рубцов приезжал и в Рязанскую область к Борису Шишаеву, это сын Тул под Касимовым. Он был в гостях у Валентина Сафонова. Они вместе с Маркиным и Сафоновым ездили, они возили его в Константиново. И как любимого поэта Есенина, он не мог не побывать там. И он туда жаждал попасть. И когда они туда приехали, им экскурсию проводил директор тогдашнего музея, в Константиновом музее Есенина, Владимир Астахов. Он нам потом, вот он сейчас жив, слава богу, и он нам рассказывал, как это все было. И он говорит, сейчас я вам проведу экскурсию, вот все как покажу. А Руслан говорит, нет, не надо. Я хочу сам пройти и посмотреть, почувствовать, как это здесь жил Есенин. Чтобы посмотреть вот это все, вот он же здесь ходил, и я хочу так же походить. Но они его оставили в покое. И он действительно вышел на берег Айки, прошел вот и по домику, где он жил, и так далее, и так далее. И вот все это впитывал в себя. А с Есениным он, Есенин он давно полюбил, еще будучи на флоте, он прочитал все, какие книги тогда выходили Есенине. И в библиотеках, и Сафонов ему давал из своих личных запасов. Вот все он впитывал в себя, и потом очень хотел побывать в тех местах, где Есенин по северу, когда он ездил, знай, верай, по этим местам пройти. И вот, может быть, это, ну не знаю, случайности не бывает, но вот Рубцов похоронен на Пржихонском кладбище на окраине Вологды. И в двух километрах от его места захоронения находится мемориальный камень с табличкой, что здесь находилась церковь, Кирик и Улиты, в котором венчались Сергей Есенин и Зинаид Райх. Это два километра кладбища, место захоронения Рубцов. Вот хотите верьте, хотите нет, они после смерти встретились опять рядышком, вот здесь находятся. К сожалению, церкви-то уже, конечно, нет, остался вот почитатель Есенина, на этом месте большой валун поставили и табличку, и огородили это все, вот это место сохраняется. Вот это такие интересные моменты. И вот сейчас прозвучит песня, уже о ней сегодня говорили несколько раз, «Улетели листья». Ведь эта песня не просто о том, что деревья опустили, а о любви, и тоже опять же подоплека такая большая философская. А кадрами будут, вы посмотрите, в Рязани кто-то был из вас? Вот, тогда у вас будет уникальная возможность в Рязани побывать в Рязанском Кремле. Я сегодня уже говорила о том, что Рязанский Кремль, ну, может быть, для Рубцова был уникален чем? Потому что там, в Рязанском Кремле, находится небольшой литературный, как сказать, пантеон литературный, да? Там похоронены знаменитые рязанские поэты-писатели, еще дореволюционные, вот. И Яков Полонский. А Яков Полонский был очень дружен с Федором Тютчевым. Они дружили семьями практически всю жизнь. А Тютчев был вторым, как бы по значимости вместе с Есениным, любимым поэтом Рубцова. Он всю жизнь носил с собой тоненькую книжечку Федора Тютчева, стихов в кармашке с собой, перечитывал, знакомился. И мне кажется, что именно «Русский огонек», идея вот этого «Русский огонек», она прошла у него от Федора Тютчева, который посвятил Полонскому, своему другу, стихотворение именно о том, что когда у поэта горит душа, то и в жару, и в холод к этому огоньку будет всегда стремиться тот человек, у которого это отзывается. То есть, кому это не надо, он пройдет мимо, и нет. А вот мне, как он Тютчев пишет, мне вот этот огонек нужен, и я к тебе иду. Вот Полонскому посвятил такое стихотворение. И вот этот образ, он как бы переходил из одной эпохи в вторую, и в советское даже время, если прочитаете стихотворение «Огонек» Николая Мельникова, это уже наш современник, то это продолжение этой же линии «Русский огонек». И поэтому наверняка, здесь стихотворение знало Рубцов, поэтому когда он приехал в Рязань, и после того, как получил достоверение о Союз Писателей, вступил в Союз Писателей, он сказал, хочу вот в Рязань и пойду в Кремль на могилу к Полонскому. Вот они вместе с нашими поэтами были в Кремле. А мы смотрим с вами Кремль Рязанский. Вот, и там стоит также памятник Есенину теперь поставлен. И улетели листья, аккомпанемент, моя песня на вот эти стихи. Слушаем. Улетели листья, аккомпанемент, моя песня на вот эти стихи. Слушаем. Улетели листья, аккомпанемент, моя песня на вот эти стихи. Улетели листья, аккомпанемент, моя песня на вот эти стихи. Улетели листья, аккомпанемент, моя песня на вот эти стихи. Улетели листья, аккомпанемент, моя песня на вот эти стихи. Улетели листья, аккомпанемент, моя песня на вот эти стихи. Ну вот эту песню мы исполняли, эту роман с Любовью Акименко. В одно время мы с ней пели дуэтом. И несколько слов хотела бы. Вот, о море мы заговорили, да? Друг Николая Рубцова, Валентин Сафонов, с ним же прошел и сложную морскую службу, и потом вместе учились в Лит-институте. Вот, и, ну, он писатель вообще-то по жизни. Он был годский? Нет, Рязанский. Валентин Сафонов, рязанец. Вот, он вообще по жизни писатель. Но, вот, знаете, что Лермонтов, например, изначально был поэтом? Вы знаете? Да? Знаете? Нет. Он выпустил сборник стихов, вот, а потом пришел на прозу, вот, и мы его знаем как писателя. А вот Валентин Сафонов, наоборот, он писал, был писателем. А вот, когда Николай Рубцова не стал, он об этом узнал, он написал строгательное очень стихотворение, посвященное его гибели. На гибель Рубцова, так и называется. Давайте посмотрим небольшой клип. Толь от кнута, толь от лихой погони, В суровый день, холодный день зимы. Навеки ускакали наши кони, заснеженные высокие холмы. На веки ускакали наши кони, заснеженные высокие холмы. Учались кони, нет и мухорута, И ржанье в них растаяло во мгле. Но слава Богу, зельем приворота Твое осталось слово на земле. Но слава Богу, зельем приворота Твое осталось слово на земле. Ну, на самом деле, в этом стихотворении, если так, по музыке, то есть шесть куплетов. Вот здесь просто я для клипа взяла только два. Но нам самое главное, последние строчки важны. Слава Богу, что его поэзия осталась. Мы можем ей пользоваться, мы любим Фрукцова. А вообще, приезжайте в Константиново. В Константиново, это от Рязани, 40 километров. 3 октября праздник, день рождения Есенина. Приезжают со всей страны любители творчества. Много концертов. То есть, фактически, там несколько площадок. И на каждом, через каждые несколько метров, то есть, стоит какой-то или исполнитель, или чтец. Просто люди выходят и вот свои стихи. Или стихи Есенина читают, и у Есенина поют. Песни, гитара звучит, гармошка, тут же частушки. Ну, атмосфера очень хорошая. Я уже говорила, вот, днем на мероприятии, что Есенина и Рубцов, это именно для меня те два поэта, которые объединяют Рязань. А в Константиново мы проводили 9 фестивалей авторской песни.